друзья доброе утро я очень рада с вами встретиться в этом новом видео надеюсь у вас все замечательно и по традиции предлагаю провести выходные вместе у меня сейчас прекрасное настроение потому что во-первых снимаю это видео в воскресенье это мой выходной день ничего серьезного никогда на воскресенье не планирую и всегда провожу его очень расслабленно занимаясь только любимыми делами но еще и природа сделала чудесный подарок у нас на днях выпал первый снег и сейчас каждым днем его появляется все больше и больше на улице и вы не представляете какая прекрасная за окном сейчас зимняя сказка поэтому давайте дома не будем засиживаться на улице явно интересней и вы знаете сейчас у нас как раз вот пора активного украшения города все кафе и магазины рестораны стараются удивить жителей и гостей города своим оформлением мы с вами отправимся на поиски самых красивых фасадов я уверена вы будете в восторге в общем давайте начинать сегодняшний влог ну а мы тем временем приближаемся с вами к первой праздничной локации вильнюса которые однозначно стоят вашего внимания если вы планируете поездку в литву вильнюс на рождество то пожалуйста пользуйтесь этими рекомендациями из видео ну а если вы только смотрите через экран то надеюсь мне удастся виртуально передать вам атмосферу города мы сейчас в сенаторе пассажес это проходной двор внутри него располагаются уютные кафе и рестораны именно здесь и даже не на кафедральной площади еще в ноябре появилась первая в этом году праздничная ель вильнюса мы еще сегодня посмотрим с вами как буквально на глазах каждый день менялся облик кафедральной площади я там прохожу и проезжаю каждый день на работу и просто не могу себя остановить от того чтобы поснимать еще раз хотя уже кадров очень много но если честно заранее скажу что именно вот эта елка во дворе пассажа мне нравится гораздо больше чем даже главная ель литвы выходим с другой стороны и оказываемся у самого инстаграмного кафе вильнюса фотографии здесь делают без остановки в любое время дня и ночи просто изумительные декорации они меняются несколько раз в год и каждый сезон здесь можно увидеть не просто симпатичное оформление а поистине искусную работу дизайнеров и художников в прошлом видео я вам показала фасад этого кафе но тогда на нем были только щелкунчики конечно красиво но в тот раз я про себя подумала что как-то скромно для такого кафе и вот спустя несколько дней действительно довезли недостающие элементы декора и теперь это место настоящая жемчужина посередине моей самой любимой улице стиклюгатве которая сама тоже конечно сказочно украшена предлагаю сейчас зайти в несколько магазинов и присмотреть что-то для дома и интерьера и и Субтитры сделал DimaTorzok Ну что вы думаете, из магазина вышло не с пустыми руками? Очень мне приклинулся вот этот набор елочных игрушек в виде фруктов, которые вместе с нами поедут в Польшу. Мы там планируем отмечать новогодние праздники в этом году и подарим их родным. Надеюсь, кстати, они не посмотрят это видео, иначе сюрприз будет просто испорчен. Я еще забежала в винтажный магазин напротив, и когда вышла, поняла, что на Вильнюс уже опустился темный вечер, и решила вернуться той же самой дорогой через вот это красивое кафе. Но сами смотрите, мне кажется, при свете дня оно выглядит гораздо более эффектным, хотя и огоньки тоже добавляют шарма. Субтитры подогнал «Симон» Это был очень морозный, мне кажется, самый холодный день с конца ноября, и, как назло, мне нужно было очень много перемещаться по городу. С самого утра я в гимназии, потом была единственная возможность, окошко, чтобы записаться в салон красоты, и сразу после у меня занятия в другой школе. Конечно, речи о том, чтобы зайти домой пообедать, не было, и мне показалось отличной возможностью забежать в кафе, на которое я давно засматриваюсь. Оно находится прямо напротив моей школы, и плюс к тому здесь 100% веганское меню. Я заказала бургер с огромными грибами портабелла, соусом песто, сыром, рукколой и печеной свеклой. Вот такой красавец ко мне пришел, и он невероятно вкусный. Я, сытой и довольной, отправляюсь дальше по своим делам, а после покажу вам кафедральную площадь и главную ель Вильнюса. 23 ноября у нас выпал первый снег, и я немного опоздала на работу, как, я думаю, и многие люди, потому что случился коллапс на дорогах. А вот кто в эти дни трудится вовсю, так это снегоуборочные машины и работники, которые устанавливают ель, и также все вот эти рождественские домики на ярмарку, и все сопутствующие декорации. А работы у них, конечно, много, потому что уже везде развешаны рекламы, что 1 декабря будет торжественное включение лампочек на елке. И, кстати, в этот период, там с 3, по-моему, до 8 вечера, весь общественный транспорт будет абсолютно бесплатным для всех, кто путешествует по городу. Ну, а эта съемка вот самая свежая. Вчерашняя, 7 декабря, елочка уже стоит. Ярмарка, по-моему, работает. Мы с вами были на Ратушной площади, там немного видели эти палатки. А сюда еще, я думаю, сходим, но уже в следующем видео. В этом году цветовая гамма, золото, его очень много. И в целом елочка милая, аккуратная, но не могу сказать, что какая-то грандиозная. Ну, конечно, не сравнить с прошлым годом, когда Вильнюс праздновал 700-летие. Где-то в начале декабря я уже начинаю продумывать рождественское меню и делаю небольшие тестовые заготовки, чтобы вспомнить, как вообще эти некоторые блюда готовить, потому что те же имбирные пряники или елочки слоеные, все вот это в течение года не в ходу. И хочется понять, работает ли вообще рецепт, и забыла ли я о каких-то маленьких, но очень существенных деталях, вот именно в процессе приготовления. Сегодня мы будем с вами готовить рождественские имбирные печенья. Сразу говорю, рецепт проверенный, можете смело его себе записывать и готовьте сами. Это не только классная деталь для сервировки рождественского стола, но и отличная идея для новогоднего подарка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Друзья, спасибо, что провели эти выходные вместе со мной. Надеюсь, вам было интересно. И у меня к вам совсем небольшая, но очень важная просьба. Вы знаете, я на днях заглянула в статистику своего канала. Я это делаю не часто, но почему бы иногда не позаниматься таким анализом. В общем, для меня это было огромным удивлением. Я увидела, что 91% моих зрителей, которые постоянно смотрят мои видео, оказывается не подписаны на мой канал. Друзья, пожалуйста, давайте это изменим. Для вас это буквально займет одну секунду вашего времени. Но вы не представляете, насколько это важно для меня, да и для любого создателя контента, для любого блогера, за которым вы смотрите. Так мы чувствуем, что наше творение не просто где-то растворяется в интернете, а действительно остаются в вашей памяти. И, в общем, создается такая теплая атмосфера. Вы знаете, у меня есть маленькая мечта. Я не знаю, насколько она осуществима, но вот я ее произнесу, потому что по большей части она зависит как раз-таки от вас, от моих зрителей. В наступающем году моему каналу будет два года. И мне очень хотелось бы, чтобы как раз к январю, желательно, может быть, в конце декабря, как раз к праздникам, у меня на канале появилась отметка в 2000 подписчиков. По меркам YouTube такой канал с 2000 подписчиков или даже меньше, это просто капля в море. Но вы знаете, вот с этими социальными сетями мы по-настоящему забываем о том, что каждый подписчик — это реальный человек. Ну да, не берем во внимание то, что там могут быть накрутки и боты. Предположим, что меня смотрят там сейчас 1600 человек, и это реальные люди. И я могу представить их, сидящих в одной комнате, и слушающих или смотрящих меня. Я могу это сделать. Но вот если я просто так думаю на будущее, а что, если мой канал вырастет до 20000 подписчиков, или даже, может быть, до 50 или до 100? Могу ли я вот всецело прочувствовать, что передо мной сидят 50 тысяч человек, смотрят, интересуются тем, что я показываю? В общем, это настолько интересно и как-то даже нереально. Но я пока не мечтаю о таких цифрах, да и в принципе я не мечтаю о том, чтобы мой канал стал каким-то невероятно популярным с миллионной аудиторией. Мне очень нравится такая камерная, уютная атмосфера, которую мы с вами сейчас здесь создаем. Поэтому, друзья, если вы смотрите мои видео, вам здесь комфортно, уютно, интересно, и вы еще не подписаны, то, пожалуйста, измените это прямо сейчас. Нажимайте на кнопочку «Подписаться» на канал Софичка. И мы с вами увидимся уже очень скоро в новых не менее интересных видео. Обнимаю вас. Пока.